Больше здесь русскоязычного населения. Понятно, что обращений по-русски у нас больше. Но если надо будет по-украински, я думаю, мы обведем смену оператора, соответствующего сотрудника, который будет общаться чисто по-украински. Здесь монитор вызовов. Вот сюда попадают вызовов со струбами и на монитор диспетчера. Здесь мы видим карту. В данном случае, это оборудование, центральная часть города. Это патрули, это происшествие. Точно то же самое, диспетчера на мониторе. То есть, по такой карте ориентируется ближайшее к происшествию патруль и назначает его задание. А вы готовы, когда вам на английском языке звонят? Видите ли, по поводу знания английского, допустим, моих операторов, сложно представлять, что человек со средним образованием будет знать английский на уровне разговорного. Мои личные знания английского тоже не позволяют мне свободно общаться с иностранцами. Но давайте исходить из того, что у нас государственный язык все-таки украинский, правильно? И, насколько я знаю по опыту посещения европейских стран, то там тоже не будут говорить на русском. Будут предлагать говорить либо на родном, либо действительно на английском. Вот по поводу изучения английского, я думаю, мы займемся. В каждом патрульном автомобиле находится вот такой вот планшет. И вот здесь вот появляется задание. То есть, практически сразу, как только есть возможность направить задание, оно направляется. Задержка может быть вызвана только лишь тем, что, учитывая возросшее вдвое количество вызовов на службу 102, могут быть заняты патрули обслуживанием других вызовов. У нас и бывшие госавтоинспекции, и здесь сотрудники, которые работали в полку патрульной службы. И есть сотрудники дежурных частей, которые работали по направлению службы 102 и по направлению управления нарядами.